В этом году торжественное открытие областной вахты памяти проходит в уникальном формате видеоконференции. За возложением цветов к мемориалу вечного огня следят неравнодушные жители Московской области и делают они это с соблюдением всех мер безопасности, сидя за компьютером или перед телефоном у себя дома. Перед мониторами компьютеров и ноутбуков собрались поисковики из разных уголков Московской области. В прямом эфире около ста человек. Начинать сезон они привыкли иначе на раскопках, но из-за пандемии коронавируса пришлось не только изменить традиции, но и скорректировать планы на этот год. Год этот особенный и я уже говорила в конце года и сейчас еще раз хочу подчеркнуть, что для нас важно в этом году дать старт новым нашим направлениям, формам работы и нашим общим усилиям. Мы всегда говорим, что поисковики независимо от юбилеев, независимо от праздничных дней, мы всегда работаем так, как мы привыкли работать, давая все наши силы и время. Новые направления деятельности поисковики уже начали осваивать. В этом году традиционная акция «Судьба солдата» будет проходить онлайн. В период самоизоляции жители России стали чаще интересоваться историей своей семьи. Специалисты поискового движения уже получили более трех тысяч заявок на поиск информации о родственниках, участниках Великой Отечественной войны. Наша работа, она не только для погибших солдат, чью память мы храним, но еще и для живых людей, тех людей, которые хотят, чтобы мы помогли им установить фронтовую судьбу их близких людей, не только погибших или пробавших без вести, но тех, которые не успели им рассказать про эту фронтовую судьбу. Командир подводной лодки Евгений Монастырев простился со своей супругой Серафимой осенью 1941 года. Больше им не суждено было встретиться. Спустя много лет, в 2018-м, в ходе разведывательной водолазной экспедиции было найдено затонувшее судно. Доклад командира, последний доклад по радиосвязи был, что экипаж повредил три вражеские судна и сам получил пробоину. Из 40 человек экипажа никто не вернулся. На связи с участниками торжественной церемонии открытия региональной вахты памяти Оксана Рогачева, внучка погибшего героя. Ее бабушка до самой смерти надеялась получить весть о судьбе мужа. Мне жаль, что она не дожила до того дня, когда наша семья, благодаря усилиям поисковиков в Подмосковье и Питере, узнала о своей экспедиционной геройской геройки Паруча 308 осень 1942 года в Кирском заливе. И от имени моей семьи хочу быть признательной с поисковым бригадам в Москве и Питере за их трудную дорогу и благородную работу. Вот такие слова благодарности, пожалуй, главная награда для поисковиков. И в этом году они также рассчитывают их услышать. Все верят, поисковый сезон хоть с опозданием, но откроется. И каждому, кто ищет, обязательно повезет найти своего солдата. А при нем медальон, чтобы еще один боец вернулся с фронта Великой Отечественной небезымянным героем. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.